Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Ну что, в среднем по каналу реакция на фигму не впечатляющая, но мне самому это приложение нравится все больше и больше. Тем более, что гравит дизайн и ближайший аналог становится постепенно платным или уже стал. Поэтому я продолжу все-таки разбирать фигму. Про Кривые Безье я упоминал вскользь в рамках обзорного видео, а сегодня расскажу чуть больше. Про Кривые у меня есть отдельный скринкаст, там объясняется принцип, ссылка в описании, а сейчас очень коротко про специфику в фигме. Итак, поставили точку, еще точку, соединили прямой. Если поставить точку и не отпуская левой кнопки мыши ее сдвинуть, получим кривую. Еще кривая, прямая, прямая и замкнули. Теперь если выделить точку, мы можем ее корректировать. Собственно об этом подробно я рассказываю в видео про Кривые. Сейчас направляющие разной длины, но связаны. Здесь можно изменить представление и они станут зеркальными, одинаковой длины. А если поставить без отражения, то они станут обособлены. Вид точки можно менять еще этим инструментом Bend Tool, горячей клавишей Control. Причем им же можно изгибать отрезок. Тут если подробно объяснять, придется объяснять долго. Просто попробуйте и почувствуйте разницу. Дальше выравнивание. Инструменты выравнивания работают и с точками, и это круто. То есть выделили три точки, сейчас они на разной высоте и выровняли их по верхнему краю. Теперь они все на одной высоте. Ну или например две точки. Выравниваем по нижнему краю и они равняются под самую нижнюю. Или вот это. Очень крутой инструмент. Задает равное расстояние между точками, сколько бы их не было. Пока хаос, но сейчас я покажу, как это можно применять в народном хозяйстве. Вот прямоугольник. Сейчас это цельная фигура, но если взять этот инструмент или дважды по нему кликнуть, то можно работать с его точками. Более того на гранях можно проставлять еще точки. Причем по умолчанию он будет делить отрезок ровно пополам. А потом уже точки можно сдвигать. Вот мы наставили точек. Выровняли их между собой. Выровняли по верхнему краю. Наставили еще точек. Получили корону. Несколько точек можно выделить, либо кликая по ним с шифтом, либо мышью. На всякий случай еще раз подровняли. Вдруг там чего-то сбилось. И вот у нас идеальная правильная корона. Представьте, как бы вы все это делали руками. Точки можно удалить, просто выделив их и нажав Delete. Но тогда фигура будет не замкнутой. То есть он их просто удалит. А если удалить зажатым шифтом, то он их удалит, соединив две крайние. То есть оставив фигуру. Вот. У нас уже практически иконка email. Осталось соединить эти две точки и совсем уже email. Закрасили. Такой вот голубенький будет. И еще и обвели. Совсем красота. Так email, а так домик. Ну какой-то некрасивый домик. Что-то у него с обводкой. А с обводкой у него следующее. Сейчас у нас обводка Inside. Внутри. Поэтому она такая. Если взять например центр, то она будет совсем другой. В данном случае идеальной. Поскольку если выбрать Outside, то будет совсем беда. Но тут все под свои задачи. Вот например у email Inside очень хороший. Вернем домик и нам нужно окошко. Какой же домик без окошка. Окно можно нарисовать, но лучше его вырезать, поскольку за окном может что-то происходить. Тут мы коснемся темы взаимодействия форм. Берем окошко. По центру. Выделяем оба объекта и идем вот сюда. Тут есть несколько видов взаимодействия. В принципе иконки достаточно наглядно показывают, что произойдет. Но это тоже надо один раз попробовать и разобраться. Нас интересует Exclude. Исключение. В данном случае он вырежет верхний объект из нижнего. Да. То есть вот такой у нас получился домик, внутри которого происходит тендер. Какова помощь в народном хозяйстве? Вот Pacman. В плохом качестве. Нарисуем его в хорошем. На самом деле это можно делать и по-другому, но сделаем так. Нарисовали круг. Треугольник. Выделили два объекта и сделали subtract. Вырезание треугольника из круга. Вот. Один в один. Еще глаз нужно добавить. То же самое можно сделать с фотоаппаратом. А вот с этой звездочкой все несколько сложнее. Рисовать ее руками прямо скажем непросто. Но можно попробовать шейфы. Например звезду. Казалось бы какая связь? Связь есть. Итак. У звезды есть еще какие-то три точки. Упс. Что-то происходит. Звезда уже не звезда, а что-то иное. Чудесным образом она превращается в шестеренку. Похоже не идеально, но вполне близко к тексту. То же самое и с фотоаппаратом. У фотоаппарата есть особенность. Сглаженные углы. У прямоугольника настроек мало, но вот эти точки отвечают как раз за углы. То, что нам и нужно. Таким образом, используя вырезание, сложение и вычитание, мы добиваемся в несколько кликов вот такого результата. Теперь, используя инструменты выравнивания, мы еще и располагаем это все идеально относительно друг друга и фигуры, в которую это все вписано. И просто любо-дорого посмотреть. Вот так. Начав с узко-специального приложения, Figma для меня все больше становится похожей на программу номер один для работы с векторной графикой. А почему нет, если она бесплатная, простая и для моих задач ее более чем достаточно. Так что продолжение следует. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки и любите друг друга. Если узнать, спасибо всем пока! Продолжение следует...